23 человека заболели крымской геморрагической лихорадкой на Дону. Такие данные приводит областной Роспотребнадзор. Один случай заболевания завершился летальным исходом. По данным санитарных врачей всего с начала сезона за помощью к медикам. В связи с укусами клещей, которые переносят эту болезнь, обратились почти 4 тысячи человек. Треть из них дети. Дончане берут новые кредиты, чтобы погасить старые. По информации РБК Юг, за первый квартал года более половины средств из новых кредитов в Жизлеобласти потратили на погашение долгов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта цифра выросла на 2%. До сих пор не подписано соглашение о штрафах на платных парковках Ростова. В мэрии перестали делать прогнозы, когда оно появится. Об этом сообщает портал 1rnd.ru. Глава администрации констатировал, что система платных парковок в Ростове пока формально существует, но не работает. Напомню, система парковок заработала с сентября прошлого года. Однако до сих пор автомобилисты фактически могут парковаться бесплатно. У ГИБДД нет права штрафовать за неоплаченную стоянку в зоне парковочного пространства. Власти Ростова заявили, что документы уже передали в МВД. Уровень клиента ориентированности донских МФЦ необходимо повышать. Эта тема стала главной на выездном региональном тренинге для руководителей многофункциональных центров Ростовской области, который прошел в Никлиновском районе. В основе клиента ориентированности лежит стандартизация. Сегодня мы подготовили новый проект стандарта обслуживания заявителей многофункциональных центров Ростовской области. И это прекрасное место, хорошая площадка для того, чтобы мы обсудили сегодня с руководителями МФЦ этот новый стандарт. Также участники тренинга рассмотрят новый проект под названием «Визитная карточка». В его основе возможность рассказать туристам и жителям области об интересных местах, которые можно посетить. Основная концепция заключается в том, что через многофункциональные центры можно не только предоставлять государственные муниципальные услуги, но можно и показывать традиции, можно показывать и культуру, можно рассказывать об истории муниципального образования. Тренинг проходит второй год подряд. По мнению участников, это важное звено в системе обучения сотрудников МФЦ Ростовской области. Люди делятся своими проблемами, подсказывают друг другу, как лучше организовать ту или иную услугу. И, естественно, обмениваясь опытом, получается достаточно хороший результат. Многофункциональные центры Дона оказывают 250 видов услуг для населения, 132 из которых ориентированы на бизнес. В 2016 году жителям области предоставили больше 3,5 миллионов услуг и консультаций, и 1 миллион 300 тысяч за первые 4 месяца текущего года. В День России в центре парка Островского прошел фестиваль хорошей еды. Здесь каждый смог найти развлечение на свой вкус. Для детей – веселые аниматоры, для взрослых – ностальгический рок-н-ролл. Для всех желающих – дегустация домашних деликатесов и блюд высокой кухни от шеф-поваров лучших ресторанов города. Гастрономический фестиваль можно считать новым видом семейного отдыха. На фудмаркет Галина пришла с детьми и внуками. День России на этот раз решил отпраздновать не только с близкими, но и с земляками. Нам очень понравилось. Мы пришли сегодня специально с детками. Сначала покатались, погуляли, а теперь вот прям отдыхаем здесь душой. Сегодня мы хотим показать, можно сказать, всему городу, как мы можем веселиться и как мы можем праздновать и отмечать День России. Оценить уровень работы фестиваля приехал глава администрации города Виталий Кушнарев. Такой фудмаркет администрация Первомайского района совместно с группой «Хорошие рестораны» проводит впервые. Горожане остались очень довольны и с удовольствием посетят фестиваль в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин